АПОЖНЯ НАВИНЫЙ ГОМЕЛЬСЧИНЫЙ У МАТЕРЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТОВ ТЕЛЕ РАДОЮ КАМПАНІЇ ГОМЕЛЬ ГУСТУДЫЙ НАТАЛІ ИГНАТІНКА, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ГАТОННАСТЬ ВЫБЕРЧЫХ УЧАСТКАУ У ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСТІ ОЦЕНИНА СТАНОВЧА ГЭТАЯ ИШЕРА ГІНШЫХ ПЫТАНІЮ, ШТО ТЫЧАТСА ХОДУ ВЫБЕРЧАЙ КАМПАНІЇ, РАЗЛЯДАЛІ У АБЛАСНОЙ КАМИСІЇ ПА ВЫБЕРЫХ ПРЕЗІДЕНТА РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПОСЯДЖАНІ ПРАХОДІЛА ЗУДЗЕЛАМ ПРАДСТАВНІКОВ НАГЛЯДАЛЬНЫХ МИСІЇ АД СНД И ПАЛИТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ ЧЛЕНЫ КАМИСІЇ АБМЕРКАВАЛІ ВЫНІКІ МАНІТОРЫНГУ ВЫБЕРЧЫХ УЧАСТКА У ПЫТАНІ ПАЖАРНОЕ БЕЗПЕКІ И АХОВЫ ГРАМАДСКАГА ПАРАДКУ ПАЦЕНЦЫ ПРАДСТАВНІКОВ УПРАВЛЕННІ УНУТРАНЫХ СПРАУ И МИНЕСТЕРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦІХ У ЦЕЛЫМ УСЕ ПАТРАБАВАНННІ ВЫКАНАННЫ А ВЫЯУЛЕННЫЕ УХОДІ ПРАВЕРАК ПЫУННЫЕ НЕДАХОПЫ ПАВИННЫ БЫТЬ ЛИКВИДАВАНЫ ДА ТРЕТЬЕГА КАСТРЫЧНИКА А КРАМЯ ТАГОЙ ШЛА ГАВОРКА АБЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗБАРЬЕРНАГА СЯРОДЗЕ КАБ МАКЧЫМАТЬ ПРАГЛАСАВАЦЬ НА УЧАСТКАХ МЕЛІ ГРАМАДЯНИ ЗАБМЕЖАВАННЫМИ ФИЗИЧНЫМИ МАКЧЫМАСТЯМИ ГАЛОВНАЯ ШКОНЧАТКОВАЯ МЭТА ПРАВЕДЕНИЕ ВЫБОРЫ У СТРОГОЙ ОТПАВЕДНОСТИ С ЗАКОНАДАУСТВАМ С МЕЖНОНАРОДНЫМИ Я БЫ СКАЗАЛ БЫ И СААТВЕЦИИ С БЕЛАРУССКИМ ЗАКОНОМ О ВЫБОРАХ ЭТО ВСЮ ПРАХОДЕТ ПРАВЕЛЬНО, НЕТУ НАРУШЕННИЯ НЕКИХ НАДЕЕЕМСЯ, ЧТО ВЫБОРЫ ПРАЙДУТ НА ВЫСОКОМ УРАВНЕ СЁНЯ У ГОМЕЛІ ПРАЙШЛО ОБЛАСНОЕ СВЯТА НАСТАВННИКАУ ВЫСТАВЫ РАБОТ ПЕДАГОГОВ У ЗНАГОРОДЫ У РОЗНЫХ НАМИНАЦЯХ И КОНЦЕРТНАЯ ПРАГРАМА ЯКИ ЙОН СУЧАСНЫЙ НАСТАВНИК ВЫСВЯТЛЯУ ОЛЕХ СЕНЦЮРОУ БЫТЬ ПЕДАГОГОМ ПРИЗВАННИЯ ГЭТЭ СЛОВЫ МАГЛО ПАВТАРЫСЬ НЕ АДНО ПАКОЛЕНИЕ НАСТАВННИКУ ГОМЕЛІЧНЫ ДА РЕЧИ У НАШМ РАГИЮНЕ ЯКОСНОЮ ПАТЫМ ЧАСЮ АДУКАЦЮ ОТРЫМЛІВЛЯЯЩЕ У СЕРДНИЕ ВЕЧИ НАПРЫКЛАД У КОЛЕГИЮ ЮРОВИТСКАГА МОНАСТЫРА СЕНЁНЯ У СИСТЕМЕ ЕДУКАЦИИ В ОБАСЮ ПРАСУЮТЬ БОЛЬШЕ 60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПАЛОВЫ ЗАЯКИХ НЕПОСРЕДНО НАСТАВННИКИ ПРИЧИМ, ЯК ВЫСВЯТЛИЛОСЯ ПАЧАС ОБЛАСНОГО СВЯТА, ШМАТК ТОЗ ИХ МАЯЯ ЕСЩЕЙ ТЕКАВЫЕ ЗАХАПЛЕННИ НЕХТА, НАПРЫКЛАД, СТВАРАЯ ОРКЕЛОГИЧНУЮ КОЛЕКЦИЮ, НЕХТА ЗБИРАЯ МИНЕРАЛЫ, А НЕХТА ГЛЕНИНЫ ПОУСУТ АДНА З САМЫХ САМЫХ ТЯКАВЫХ КОЛЕКЦИЙ У НАТАЛИ СИТЬКОВЫЙ ПАПЕРШЕХ, ЭТА КОЛЕКЦИЯ ПЯСОЧНЫХ ОДЕННИКОВ, У НЕКАТОРЫХ ЗАЯКИХ ЧАС ТЯЧЕ, У АДВАРОРОТНЫЙ БОК А ПО ДРУГОЕ КОЛЕКЦИЯ ГЛОБУСОВ, ГЛОБУСОМ УКРАИНЫ, ОКАЗЫКЕ, И СНУЕЙ ТАКИ ХОТЬ ГАНАРИЦА НАСТАВНИКОМ ГОМЕЦКОЙ ОБЛАССИ МОЖНО НЕ ТОЛКИ СВОИМИ КОЛЕКЦИЯМИ СЕОЛЬТА ОРГАНИЗАТОРЫ СВЯТА ПРАДУГЛЯДИЛИ ШЕРХ НОМИНАЦИЙ, ПЕРАМОСТА ЯКИХ ЛЮДИ САПРАВДЫ УНИКАЛЬНЫЕ НАСТАВНИК У ФРОНТОВОЙ ГИМНАСТЕРЦЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНУ ПЕДАГОГИЧНЫЙ ПРАЦЫ МОЛОДЫЙ НАСТАВНИК ДЛЯ ТЫХ, КТО НЕ ГНЕДИЧА НА УЗРОСТ, УЖО ДОСЯГНУЛ ЗНАШИХ ПОСПЕХОВ НАСТАВНИК НЕМЕЦКОЙ МОВЫ СЕРЕДНЯШКОЛЫ НУМОР СОРЫК ДЕВЬ ГОРОДА ГОМЕЛЯ ДЕНИС ШИНКЕВИЧ ДОБРО ВЕДЕРА, ЧТО ВСЕ ДЕТЕ ОДОРНЫЕ И ТАЛИНОВИТЫЕ, ГОЛОВНЫЕ ВЫЯВИТЬ ГАТОЕ ЯКОСТИ Главное я учу чему, то есть главным навыком является говорение, восприятие речи на слух, это очень важный момент, то есть дети не должны учиться писать, читать, то есть это в любом случае обязательно, но главное, чтобы понимали иностранцев и умели высказывать свою точку зрения Кажут, что наставник это не профессия, а лез, а тому и стать им может не кожным, но в последний час на Гомишне створили целую систему пошуков и наступной профессийной подрихтовки наставников Работа начинается еще подчас учебы в школе, что у вынику дозволило не только выражать кадровую проблему, но и узнать региональную систему эдукации на новый уровень Рассказываем ребятам, да и они сами видят, чем занимается учитель, и после окончания среднего учебного заведения, будь то лицея, гимназия или обычная школа Ребята имеют возможность получить целевое направление для поступления в педагогические вузы После окончания они возвращаются на свою малую родину, поэтому проблем у нас по подготовке кадров особых нет, глобальных каких-то изменений у нас не планируется, а плановая работа по подготовке кадров будет проводиться и в дальнейшем Олег Синчаров, Валерий Копанько, телерадокомпания Гомель Сегодня у средней школы номер 27 города Гомеля, которая носит гоноровый статус «Школа Миру» отбылась и международная миротворчая сустреча У делу ее приняли делегации из российских городов Бранска-Смоленской Злынки Подробязности мероприемства у сюжете Вероники Ворошилиной Проведение международной миротворчей сустречи почалось с подписания погоднения в супрационнистве по межгомельской школе номер 27 и середней школы номер 27 имя Эдуарда Хиля города Смоленска Оно стало пятым по лику, подписанным у Одиной Гомельской школе Миру И теперь на специальной карте установы, окремя Бранска, Курска, Злынки и Новозыпкова, стяжок супрационницы заявился и на отзнации города Смоленска Реализация программы школьного обмена продуглеживает житовление суместной навыководоследшей деятельности, проведение миротворчих акций и фестивалев Один из главных пунктов погоднения – оказание саденничания у распроцессы и реализации подобных мероприемств программы Усилены будут накированы на яднание молоде обе двух краин, умоцевание миру и братерство помеж нашими державами Наша школа, одна из смоленских школ, которая на протяжении 15 лет уже дружит со многими школами городов-героев С Минской школой, с Брестом дружим, ежегодно практически принимаем участие в слётах городов-героев А здесь новое движение, новое направление в работе, миротворческое Чем дети больше будут дружить, чем больше будут развиваться связи, тем они будут, в общем-то, ближе И мы будем дружить, будем жить в мире, и поэтому это, в общем-то, важно для детей и для нас, взрослых Протягнулась и международная миротворшая сустрыша святочным концертом Свои яркие творчие номеры присутным демонстровали не только белорусские школьники и педагоги, а и делегации из российских городов – Бранска, Смоленская и Злынки У их выкананий со сцены влучшали душевные песни и верши Гости так само подрихтовали тековые презентации своих городов-героев Мероприемство объеднало белорусских и российских школьников у один им патриотичным порыве Что до рычи, заявляется ключовый складающий у всех подобных суместных миротворческих мероприемств Что проводится в рамках подписанных погоднений Это и марши мира, конкурсы проводятся, фестивали, и обмен поездками Они будут встречаться в нашем международном лагере дружбы детей Кричка в Рогачевском районе Уже вот приезжаете из Лынка, приезжает на Узыпку, приезжает Курск, сейчас будете в Смоленск ездить И вот там, когда дети находятся этих 9 дней, они решают все вопросы дружбы И когда они уезжают, столько слез, что это трудно передать Подобное супрационистство белорусских и российских школьников Дорослые неофициально называют академией дитяжи-дипломаты Менавито простакие ширые сябровские совести, куда простее донести до молоди Что необходимо за все дымкнуться, заховывать мир у души, краине и на земле Я считаю, школа – это основа именно воспитания всего Как школа воспитает, как дать направление, будет зависеть развитие будущего всех народов и стран С Россией мы же были единой великой страной Поэтому сегодня мы должны делать все, чтобы это единство у нас укреплялось, расширялось И мы опять стали единой, дружной семьей Обовязковая сертификация импортных товаров уже в день Я ее затвердила 666-я постанова Совета Министров Сгодно с документом, продукция подлягая экспертизе у Беларуси Навод при подтверждении якости Украины вытворцы Завершенный выгляд новому правилу надала постанова номер 47 У ЯЕ унесли полный перолик продукции, якая мая потребу у сертификации У гэтым списе – детячие товары, бытовая химия, мебля, будовничные материалы Шарагная меню технологичного обсталявания Усяго 10 позиций При гэтым постанова не закранает товару секонд-хенд И большаясть товаров, вырабленных на территории Мытного Союза Но есть группа товаров, которые производятся в Таможенном Союзе На которую нормативно-правовой базой еще не определена форма подтверждения соответствия И в эту группу попали строительные материалы Например, обои, керамическая плитка Попала посуда, в том числе эмалированная То вот на эту группу товаров, даже несмотря на то, что оно выпускается в стране Таможенного Союза На эту группу все равно нужно делать государственную санитарно-гигиеническую экспертизу На процедуру отводится два тыдни Однако при полном пакете документов заключение могут выдать уже на наступный день Отримать его есть макшимостью областным центры, гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья И четырех региональных центрах Подробязную консультацию по гэтым пытанне можно отримать по номеру телефона 75-01-53 До новинов культурного життя У Гомели стартовала акция, объедновывающая людей мастацтвом Одным из пунктов программы стали открытие выставы «Фарбы моей земли» Сирот первых наведывальников экспозиции были и наши корреспонденты Больше 20 работ стали выникам пленеров, які проходят уж не у них этого года на Мазырской земли На полотнах знайшли адлюстрование пейзажи Припяти заказник Мазырский Яры и славутости Вёски Юровича, я думаю, як место старожитной стоянки першобытного человека Инициатором проекта выступил гомельский державный мастацкий колледж Мы поддерживали этот проект финансово, потому что некоторые затраты мы взяли на себя, финансировали этот проект И я думаю, что всё получилось просто замечательно И большое количество людей, гомельчан и гостей нашего города могут, не побывав, допустим, в Мазыре Ну так получилось, что не могут они съездить, допустим, в Мазырь Но тем не менее, посмотреть, какой же красивый наш болезнский край Пленэр проходил на протягу тыдня За этот час был проведен на шарах майстер-классов, мини-выстав и дискуссии об тенденциях сучасного живопису Их удельниками стали 13 ауторов с Гомеля и Минска Сародых, выкладчики колледжа и члены Союза Мостоку Компанию белорусским майстрам склав и один аутор с Китая, Шаосян Его спросили, как ваше впечатление о Белоруссии? Он сказал, замечательная страна, очень люблю Белоруссию Он здесь учился, заканчивал нашу академию Минскую Но еще он замечательную фразу такую сказал, что художники – это не граждане какой-то определенной страны Это дети земли, и это правда Дарыча, назва акций, объедомывающих людей мастацтвом, як нельха лепше раскрываем эту Поширение межрегиональных совезей, обмен в опыта мухоли непрофессийного выявленного мастацтва и его популяризация Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, телерадиокомпания Гомель И а в спорте, после амаль трехтедневого перепынку одновился 27 чемпионат Беларуси по мини-футболе сирот команд высшейшей лиги Календар распорядился так, что команды Гомельской области за межрегионы выезжать не стали А болельщикам подарили одразу два дерби Святогорский ЦКК примал Гомельскую БЧ, чыгуночники Чакана оказались мацнейшими 4-1 А у самим Гомелі дерби носила характер районного В РЗ у якости умовного гостя примал агрокомбинат Паудньовы Паудньовцы на этот раз были у лета слабленном складе Этот матч своей команды пропускал Вячеслав Кажамяка, выдаленный у другим туры за полторное попереджение матча За своих минулых заслуг находился на лауце и главный тренер гостей Дмитрий Алексейчук Так что легкого життя на дерби никто не чакал Мы наблюдали и играли с ними на турнире предсезонном Команда хорошая, укрепилась хорошо А дерби, оно тем более всегда получаются такие боевые игры, как сегодня в принципе В РЗ за справу взялся мгненно Мяч у вороты Паудньовы стал забивать с первых секунд Десярый единый тайм оперовага уже была маль катастрофичная 3-0 Теоретично никто не перешкоджал Паудньовцам здействовать позвих Але из реализации казалось и складана Упевненности не надалой помолковое рашение тренерского штаба на вывод пятого полевого гульца Четвертый мяч закатился у пустые вороты За 17 секунд до конца тайма Паудньовцам удалось упершиню забить Але радость от локального поспеха была недолгой Секунд пять Пакуль Паудньовы не отримал шестый фол С 10-ти метровым от ВРЗ галкипер Паудньовцев не справился Во-первых, воротарь, может быть, что-то и не вытащил Но обвинять его тоже нельзя Это, в принципе, его бывший клуб Я думаю, он тоже был довольно-таки мотивирован Но, я говорю, ошибки просто были свои собственные Мячи залетали такие абсолютно ненужные Воротарь, я считаю, стоял неплохо, но мог лучше Пиропынок пошел гостям на корысть На пляцу, кой они вернулись іншими людьми ДВРЗ отчувально ослабил натиск Паудньовцы у сярыдзения пошни гатайма Навад забили свой другий мяч Вось только на позвих их так и не хапила Пять-два Вольга Вальченко, Игорь Марышенко Телерадо и компания Гомель На этом выпуск завершенный У студии працавала Наталья Игнаценко Удалага вам вечера и до новых сустречу эфиры Редактор субтитров А.Семкин